13 миллионов рублей на догазификацию. В прошлом году регион вошёл в федеральную программу по компенсации затрат на проведение газа в индивидуальные домовладения. В этом году её реализация продолжится, а перечень льготных категорий граждан расширится. В него войдут участники специальной военной операции, члены их семей, инвалиды первой группы и лица, ухаживающие за детьми-инвалидами. По предварительным данным, воспользоваться мерой поддержки и провести газ в частный дом на условиях софинансирования смогут свыше пяти сотен ульяновских семей. Для получения данной субсидии гражданина с числа льготных категорий граждан заключает с газораспределительной организацией договор. Затем с договором и необходимыми документами обращается в орган социальной защиты населения по месту жительства. Эта неделя в Ульяновской области пройдёт под эгидой национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планами на грядущий турсезон поделились в профильном агентстве. Упор обещают сделать на событийность. Весной, летом и осенью жители и гостей области ждут около 35 масштабных мероприятий. Анонсировать их в точный список обещают в скором времени. В ближайшее время объявим конкурс и представители организаций, которые организовывают событийные мероприятия, они смогут получить деньги на проведение событий. Таких событий, как Баржа Лайф, таких событий, как Бульвар, как Великий Волжский путь, как Ламы, Стачка, Оллкэмп и многие-многие другие мероприятия, которые так полюбились жителям и гостям нашего региона. С приходом тепла в Ульяновской области началась подготовка к весенним благоустроительным работам. Наводить порядок в городе и районах предлагают на санитарных пятницах и традиционном областном субботнике. Он пройдет 27 апреля. Кроме того, 15 марта в регионе начнется народное голосование по национальному проекту формирования комфортной городской среды. На данном голосовании граждане смогут отдать свой голос за 15 дизайн-проектов. Это по благоустройству парков и скверов в семи муниципальных образованиях Ульяновской области. Для каждого из предложенных объектов будет доступно на выбор два проекта. Отдать свой голос жители региона смогут на сайте за.городсреда.ру или в режиме офлайн с 15 по 17 марта. В дополнение к президентской программе в области продолжается начатая в конце прошлого года работа по обновлению придомовых территорий «Мой двор». Сейчас запущенная работа по обсуждению с жителями проектов благоустройства в Ульяновске. К примеру, голосование за проекты будет проходить с 15 по 17 марта. И сами жители своими голосами будут решать, какие дворы будут отремонтированы уже в этом году. На благоустройство дворов Ульяновска, Димитровграда и районных центров по поручению губернатора из регионального бюджета выделено 500 миллионов рублей. Предложить пространство жители области могут на сайте национальныепроекты.рф. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, репортер 73.